В третий день тестов произошло поистине великое событие, ведь и Вильямсы наконец-то появились на трассе. Шанс продемонстрировать всю мощь нового болида предоставили Джорджу Расселу, и после двух дней разочарования у работяг в гараже, а также на трибунах, наконец-то появился повод для радости. Однако, осознавая все былое величие этой команды, оставаться довольным таким успехом очень грустно. Было необычно управлять FW42 в первый раз. Кими Райканен еще по ходу утренней сессии впервые за все время тестов вышел из одной восемнадцати, использовав мягкий комплект шин на своей Альфа-Ромео. Но быстрейшим в этот день оказался Даниил Квят, который на своей Торо-Росса сумел показать время 1.17704. При этом он проехал и внушительную дистанцию в 137 кругов, всего лишь на один меньше, чем у Кими. Также отметку из 100 кругов преодолели Макс Ферстаппен на Редбуле и Себастьян Феттель на Феррари, который, кстати, суммарно за два дня переводил уже за 300 кругов. Льюис Хэмилтон и Вальтери Ботта снова разделили тренировочный день пополам. Но на этот раз они работали только на жестких шинах и не смогли показать время лучше 1.20. Целый день Макларен Карлоса Сайнса буквально разваливался на ходу. А в утренней сессии он чуть не разбил машину, улетев в гравий. Обоих пилотов Хасса преследовали технические проблемы. Сначала на трассе заглох Пьетро Фитипальди, а потом и Роман Грожан. В первых двух случаях были проблемы с зажиганием. А в третьем они наконец-то сумели зажечь, да так, что пришлось бежать за огнетушителями. Да уж, ночка для Хасса будет очень веселой. Второй день тестов для Даниэля Рикьярда завершился досрочно из-за оторванного заднего антикрыла. Поэтому в третий он пытался наверстать упущенное и помимо неплохого количества кругов, смог показать третье лучшее время, опередив сразу двух своих бывших напарников. Ника Хюлькинберг был последним, кто смог выйти из 1.19, причем сделал это без использования ДРС. Ну что же, все пилоты уже попробовали свои силы, кроме Роберта Кубицы, который появился на трассе лишь в четверг. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и присоединяться к группе ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последних и самых интересных новостей из мира автоспорта. А также посмотрите другие видео из данной серии. Ну а на сегодня на этом все. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok